Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня поговорим, как получить сертификат B1. Если для вас эта тема будет актуальна, то продолжайте смотреть это дальше. Как известно, до 2018 года сертификат B1 требовался только для тех, кто подавался на гражданство. С 2018 года изменили закон, и поэтому, если вы подаетесь на карту резидента, после 5 лет легального пребывания здесь, на территории Польши, и после 3 лет легальной здесь работы, то вы имеете право претендовать на карту резидента. Но одним из важных документов, которые требуются для карты резидента, нужен сертификат B1. Поэтому я знаю, что многие начали задаваться этим вопросом, где это получить, а выдается ли в обычных школах сертификат B1. Сегодня будем говорить на эту тему. Перед этим, конечно, перед самым главным, что кому требуется и кто имеет право вообще подавать на сертификат B1, хочу вам сказать, что не все нуждаются в сертификате B1 на карту резидента. Если же вы закончили здесь университет в Польше, школу, либо же полициальную школу, имеете какие-то курсы окончания польского языка, вы всегда имеете право взять сертификат B1 с учебного заведения, там, где вы обучались, и без проблем подавать этот документ вместо сертификата B1. Государственный сертификат по знанию польского языка выдается специальной комиссией, и данный экзамен проходит три раза в год, и только один раз в год вы имеете право сдавать его. То есть, если вы сдали в этом году, например, этот экзамен и получили отрицательный ответ, то, к сожалению, вы еще раз не можете подавать на него, а только в следующем году. Запись на сертификат B1 по польскому языку проходится три месяца до назначенной даты. На официальном сайте, я оставлю ссылочку внизу, всегда есть расписание, в каких города проходит экзамен данный по получению сертификата B1, либо же B2 на знание польского языка. Но там есть большой список, и практически в каждом городе, в Гданске, например, в двух учебных заведениях можно сдавать на этот сертификат B1, B2 и на C1 и C2 также. К сдаче экзамена на получение сертификата B1 имеет право любой человек, не влияет здесь ни культура, ни какого цвета кожи, ни образование, также не играет роль, имеете ли вы здесь визу, либо же туристическую визу, либо же ВНЖ, либо ПМЖ. То есть каждый человек имеет право сдавать и получить сертификат B1. Хотите ли вы иметь подготовку ранее к экзамену, решаете вы сами. На том сайте, которым я оставлю вам в инфобоксе, есть приблизительные тесты на сдачу экзамена по польскому языку, но лично я вам советую, конечно же, пройти трехмесячный курс экспресс польского языка, который готовит вас именно к сдаче и получению сертификата B1. Почему? Потому что на самом деле даже мы не знаем до конца, правильно мы говорим что-то или неправильно, потому что тех пособий в интернете, либо же YouTube каких-то видео недостаточны на самом деле, и согласитесь, вы со мной тоже, наверное. Поэтому я вам советую пойти просто в учебное заведение, в котором будет проходить экзамен по получению сертификата B1 и узнать, как у них проходит план записи предварительно для подготовки на получение сертификата по польскому языку. В некоторых учреждениях, конечно же, эти подготовительные курсы платные, в некоторых бесплатные. В Центре помощи иммигрантов тоже есть подготовительные курсы, но вроде-то здесь в Гданске, насколько я знаю, это 100 злотых стоит в месяц. Единственное, я не знаю, как они готовят к этому экзамену, поэтому лучше не скупитесь на деньгах, чтобы точно уже сдать и получить этот желаемый сертификат. Нужно будет немножко, конечно же, потратиться, но зато это приведет вас к положительному результату. Оплата за экзамен не может быть выше 90 евро, если вы сдаете на сертификат А1-Б2 для детей и молодежи от 14 до 18 лет. 120 евро стоит уровень А1-А2 для взрослых людей, 160 евро стоит уровень Б1-Б2 для взрослых и 180 евро стоит уровень С1-С2 для взрослых людей. Если же вы сдаете экзамен на получение сертификата с польского языка и потом после сдачи вам приходит ответ положительный, то за сам сертификат вам нужно еще будет заплатить 20 евро. Как же вообще происходит сам экзамен по получению сертификата по знанию польского языка? Состоит он из пяти уровней, точнее из пяти заданий, можно так сказать. Из этих пяти заданий есть два модуля. Первый модуль это устный и второй это письменный модуль. Письменный модуль состоит из четырех заданий. Каждое задание имеет определенное количество заданий и на каждое задание вам даются также баллы. В письменном модуле первым заданием это восприятие на слух. Дается 25 минут, 3-4 задания, 3-5 заданий. То есть это тоже все зависит от города, от того уровня, на который вы подаетесь. И за это задание дается 30 баллов, если вы подаетесь на B1 уровень. Если же на B2, тогда 40 баллов. Следующее задание это восприятие письменных текстов. Дается здесь 45 минут, 4-5 заданий. И точно так же, если у вас уровень B1 это 30 баллов, если у вас уровень B2 это 40 баллов. Далее это грамматика. Грамматика состоит из 8 заданий, дается 45 минут и здесь тоже 30 баллов. Письмо дается 75 минут, 3 задания и 30 баллов. Поэтому один модуль на письменный составляет 120 баллов в общей сумме. Следующий это устный модуль. И здесь дается 15 минут, 3 задания, которые даются 40 баллов. Сюда может входить, рассказать какую-то определенную ситуацию, описание иллюстрации, либо же какой-то ситуативный диалог на определенную тему. Чтобы экзамен был засчитан и был сдан, нужно набрать, как я вам сказала, определенное количество баллов. Если же вы сдаете на B1, то с каждого задания вы должны пройти хотя бы 50%. То есть, если вы сдаете, например, грамматику, дается 30 баллов, то хотя бы с нее минимум вы должны набрать 15-20 баллов. Как я вам и сказала, что экзамен проходит 3 раза в год и только 1 раз в год вы имеете право сдавать его. Вы также имеете право оспорить свой экзамен, если вы уверены, что вы были правы. После этого подается на апелляцию и комиссия обязана вам выдать ваш листок с заданиями. И вы можете посмотреть ошибки. Если вы уверены, что в этом 100% задании должно быть что-то иначе, вас просто вызывают потом на комиссию, и вы сдаете еще раз экзамен. Когда у вас назначили определенную дату для сдачи экзамена по польскому языку, вы приходите только со своим паспортом и все, больше ничего не несете. Так как каждого кандидата вызывают в алфаитном порядке, и заходите по одному и сдаете экзамен. Вы не имеете права между собой разговаривать, также забирают телефоны, сумки. То есть вы просто заходите, перед вами ручка, листочек, и все, больше ничего нет. Поэтому готовьтесь к этому экзамену серьезно. Это практически как университет, только списать никак у вас не получится. Интернетом тоже никак не получится воспользоваться, потому что все сразу перед экзаменом забирают. Вы садитесь, пишете его, сдаете листочек и потом только выходите. Поэтому перед тем, как идти на сам экзамен, проверьте свои знания, пообщайтесь с поляками, либо же просто сходите на курсы польского языка, и после этого идите сдавать и получаете сертификат B1-B2, так как все-таки это немаленькая сумма денег, которых предстоит вам заплатить. Сертификат, в свою очередь, выдается после 30 дней после сдачи экзамена. То есть, когда вы сдаете экзамен, проходит месяц где-то, это как минимум. Вас потом оповещают, что какой вы сдали экзамен, положительно или отрицательно. Если вы сдали экзамен положительно, тогда вы оплачиваете за сам сертификат 20 евро и получаете его. Если же отрицательно, вы готовитесь еще тщательнее к этому экзамену и потом уже сдаете его снова на ту дату, на которую будет ближайшее время. Есть определенный сайт сертификаты.pl, где расписано все полностью и детально на польском языке. Я оставлю ссылочки и список городов, где проходят экзамены. Также я оставлю это в страницу сертификаты.pl, чтобы вы могли более детально еще изучить данную информацию. Сдавать вы можете в любое время, даже если вы еще не прожили 5 лет на территории Польши, но хотите получить сертификат по знанию языка польского, то вы можете это сейчас и готовиться и идти сдавать этот экзамен. Ограничений во времени нет. Не обязательно вам нужно прожить здесь 5 лет и только потом сдавать этот экзамен. Если вы прожили здесь месяц-два и уже уверены, что вы хорошо знаете польский язык, то, конечно же, вы можете пойти сдать экзамен и получить сертификат. Тем более он вам пригодится в будущем. Ну а я в свою очередь надеюсь, что видео для вас было полезным и информативным. Удачи вам на экзаменах. С вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео. И всем пока-пока.